Ваш спонсор, в будущем вас ждет ваш доход. Второе, это стабильно растущий доход. Если на наемной работе, мы вот как работали, как пришли на клад в 20 тысяч рублей, так он и будет у нас, зная бог, там раз в два года что-нибудь там повысить, какие-нибудь повышения нам сделать, и все. Хотя работы мы выполняем много, работаем много, каждый день ходим на работу, там половину часов, там работаем, но стабильно растущего дохода там, конечно же, нет. У нас, если вы будете стабильно работать, каждый день работать, относиться к своему бизнесу, серьезно, подойдетесь к всей ответственности, то ваш доход будет постоянно и стабильно расти. Не может быть такого, что он всегда будет на одном уровне, если вы каждый день работаете. Такого быть не может. И что еще, конечно же, эти путешествия, уже с уровня номер, компания дает возможность своим партнерам путешествовать. Вот мы, вернее, я поеду полечусь в Сочи уже в сентябре, бесплатно от компании, компания оплачивает все. Теперь и лед, да, там и станет, и все, компания оплачивает бесплатно. Уже с уровня «Золотой директор» на разные страны, все поедут в этом году и на Кипр, да, полетят. А также, ну, вообще, полно стран, уже все объездили, можете загуглить, почитать про это тоже массу информации. Победут. Победут в чем? Победут в том, что... Линда, привет! Работаем, когда хотим, да, когда вам удобно, где удобно, как комфортно, как работаете. Не зависит ли не в каких-то начальниках, да, не в каких-то другим. Ну, и ничего не зависит, в день, трое-чего, часами. Ну, и, конечно, финансово, не зависит ли, ни в никому, ни секрет, совсем не туда, так и за деньгами. В первую очередь. Всех этим денег, всех этим хорошо зарабатывать и хорошо жить. Вот. Какие серии у нас в бизнесе, да? Дальше. Основные три правила. Я думаю, кто здесь, у нас здесь, все уже посмотрели, конечно же, презентацию в бизнесе, да? Если вы не смотрели презентацию в бизнесе, то нужно обязательно ее посмотреть, обязательно ее изучить. Какие же у нас три основных правила? Во-первых, это пользоваться продуктами самому. Просто покупать для себя то, что вам нужно, да? Не ходить к конкурентам, не ходить в молодые косметики, да? Покупать для себя. Плохо слышишь, да? Ты не одна. Я буду громче. Так лучше? Можешь сейчас до микрофона на меня сходить? Я Лизку расслаблю. Так лучше или нет? Лиз, тебе поближе. Так лучше? Отвечай, да? Ну, все, хорошо. Обучаться и обучать свою команду. Во-первых, нужно самому обучаться, приходить на вебинары, задавать вопросы, все спрашивать, расспрашивать, расспрашивать, все спрашивать, расспрашивать. Обязательно все вопросы, какие у вас есть, все, все, все задавать. Даже если вы считаете, что эти патроны глупые, неактуальны и все такое, тоже плохо слышишь. Пойдем за микрофоном. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Наша задача – связать товарооборот. Вы купили, да, пригласили трех людей, уже три человека, да, купили для себя уже какой товарооборот. Эти три человека пригласили еще по три человека. Вот так и растем. Главное, чтобы вот этот ком завертелся, завертелся, закружился, да, и чтобы у вас была большая, крепкая, надежная команда. Вот зачем мы себя все пришли. Так, дальше. Режествую, погниже к нашей теме перейдем. Буду вам задавать потом вопросы, будем считать вместе, будем все-все подсчитывать, чтобы вы все поняли, маркетинг план. Регистрация романта. Что это значит? Это значит, что регистрируйте всех под себя, всех в свое первое время. То есть вы зарегистрировались, вы заходите в свой личный кабинет, и всех регистрируете прямо из своего личного кабинета. Раньше работали так. Сейчас мы так не работаем. Почему? То есть работаем онлайн. Там много людей приходит незнакомых, которые нам в какой-то степени не доверяют, да. Ну, там увидели, пару раз вот так пообщались, и все. Поэтому для того, чтобы они видели, как все это растет, как все это развивается, мы регистрируем не под себя, а вот так, морковки, да. Всех в одну веточку. Почему так нам выглядело? Почему мы так делаем? Для того, чтобы ваша структура была крепкая, эта структура была надежная, для того, чтобы в будущем вы получали спасительный доход. Мы не переживаем, что там веточка куда-то исчезнет, пропадет, что там директор передумает работать. При регистрации всех в одну веточку, такого не будет. Почему? Ну, вот вы зарегистрировали Катю, да. У Кати там уже своя, ну, вы, ну, давайте в этом примере, да. Вот, допустим, у меня в команде Ани Аввакумова, да. Она вышла на уровень директора. У Ани уже там свои ее включивые партнеры, есть уже претенденты, так сказать, да, на директоров. И я знаю, что эта веточка никогда не развалится, потому что она крепкая, стабильная, и там очень много ключевых партнеров. Если держится не на одном человеке, а много вот этих лидеров, да, он не переживает. То есть веточку она будет перезвать, она будет расти, и всегда будет приносить там 5% по маркетингу планов. Что еще, вот здесь, почему вот я так сказала. Когда вы новичок, сперва регистрируете месяца с консором в одну консульскую группу. То есть вы пришли, вот вы, да, вот стоит девочка, это вы зарегистрировали, спонсор под вас зарегистрировал Катю, и вы уже регистрируете своего человека, старца, да, у вас под регистрацией старца, пришел зарегистрироваться к вам. Вам, старца, нужно регистрировать, не под себя, да, вы пока не заводите себе вторую веточку, пока ведем со спонсором одну ветку. И вы регистрируете этого человека под Катю, под регистрацию своего спонсора. Дальше, у спонсора опять регистрация, да, он опять хочет вам в команду зарегистрировать человека. спонсор регистрирует уже под вашего новичка, под Саши, да. Саша оказался активным партнером, и он тоже хочет с нами, да, сотрудничать, все уже начал регистрирует, он тоже регистрирует в эту веточку. Пока ведем одну крепкую, сабельную, чтобы ветка была, да, вторую ветку начинаем уедить на уровне 3-6%, когда в первой веточке уже есть ключики. Ну, почему мы так делаем? Для того, ну, допустим, Саша к вам пришел, Саша пришел, да, вот ваша регистрация, Саша. И Саша зарегистрировал, там, пару дней поопричался, начал сразу зарегистрировать, и он зарегистрировал сразу там Машу, да, он зарегистрировал Машу к себе, ну, прямо под себя, то есть начал свою веточку. И ушел вообще, Саша, да, там, поработал пару дней и ушел. И получается, что вот этот человек, которого он зарегистрировал, он остался вообще без конкурсной поддержки, да, он остался без конкурсной поддержки, да, он остался, ну, сам по себе, грубо говоря. Так вот, чтобы такого не было, мы всех-всех регистрировали сперва в одну веточку. Когда уже вы видите, что ветка стабильная, ветка прочная, что человек на седание идет, тогда уже человек начинает себе строить вторую веточку. это вам, в первую очередь, выгодно вам. Понятно, что ли? Или непонятно, что ли? Ребята? Ребята, все понятно, почему так делаем? Почему ведем? Ребята, все понятно, что вы получаете доход. Дальше. Условия на течение дохода. Есть условия для, например, 2 миллиона процентов? Условия на течение дохода. Первое. Это межуровневая разница. Мы дальше не сладим, мы в самом деле все-все по слайдам разберем. И второе условие – это 150 баллов в вечный номер. То есть, вы получаете доход. Только в том случае, если у вас есть межуровневая разница, если вы делаете 150 баллов в вечный номер, не в всего, да, в группу, а именно в вечный номер. Так, комплектантом, что это все. Так, комплектантом вы получаете скидку 20% сразу на все позиции в каталоге. Если вы размещаете заказ на 150 баллов, ваша скидка вырастает до 30-32% от суммы заказа. То есть, указали себе там на 6 тысяч рублей, деньги нужны сразу, да, там продали на 6 тысяч рублей, 2 тысячи рублей уже ваши. Дальше. Как формируется скидка 32%? Скидка 20% – это скидка консультанта «Артвейн», плюс 10% – дополнительная скидка при размещении заказа, мы называем за скидкой по премьер-клубу, и 2% – дополнительная скидка от суммы в каталоге. Например, ваш заказ на 5 тысяч рублей – 150 баллов, 12% – это 600 рублей, 3% – это ваш процентный уровень, это 150 рублей. Итого вы получили 750 рублей. Если вы размещаете заказы на 150 баллов в каталогах в обряд, то получаете возможность заказать любой продукт с скидкой 50%. Вот. Дальше. Давайте будем с вами считать. Вот у нас веточка, да, такая получилась. У Катя пришла 150 баллов, сделала. У Саши 45 баллов, у Маши 100 баллов, у Коли 30. Да, вон какая веточка у Кати выстроилась. Скажите, сколько у Кати групповых баллов? Всего? Миша, включай, если у детей шариков. Сколько у Кати групповых баллов? Дальше. Так, еще варианты. Лид, ты там считаешь? Давай считай. Ну, все правильно, да. Считайте, значит, 332 групповых бонус-бала. А у Саши сколько? Хорошо. Дальше. Вот эту табличку, да, вот эту табличку тоже можно знать наизусть с групповыми баллами, у кого сколько, какие групповые бонус-балы и сколько процентов. 3% это 150 бонус-баллов, 6% это 450 бонус-баллов, ну и дальше по табличке. Вот давайте, сколько, еще раз, у Кати бонус-баллов групповых, на каком она процентном уровне. Это уровень какой, Саш? Да, 6%, да, 6%, да, 6% это 450 и больше групповых бонус-баллов. Катя, получаешь зарплату? Скажите, Катя, получаешь зарплату? Ну, про межуровневый? Нет. Почему она не получает? Вот Саша говорит, что она получает зарплату. Почему она не получает зарплату? Она не получает зарплату, Катя. Да, потому что у нее нет условий для начисления заработной платы. Условия для начисления заработной платы – это лишний товарооборот 150 баллов. Поэтому Катя остается без зарплаты, да, Катя просто приглашает людей, просто, да, входит на обучение, но лично товарооборот не делает, соответственно, и не получает она и зарплату свою. Дальше, все, Катя начала строить, да, это была конкурсная веточка, Катя начала строить и свою веточку. Давайте посчитаем, сколько у Кати групповых бонус-баллов и сколько ей не хватает до следующего уровня. Первую веточку, да, посчитайте, во вторую веточку, и сколько всего у нее бонус-баллов у Кати. Давайте первую веточку, да, посчитаем, сколько в первой веточке бонус-баллов. Сколько у вас получилось? Вот где Саша, да, первый? Сколько тут групповых бонус-баллов? С этой веточкой, сколько? 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 Давай, давай, конечно, каждый по-другому. Вот давайте, сколько вот в этой веточке, в первой веточке, сколько тут бонус-баллов у Кати. Сколько получает бонус-баллов первой вот с этой веточки? Ты какую ли ты считаешь? Где Саша? Да, 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 дальше. А со второй веточки сколько? Давайте все вместе. Сколько со второй веточки? Сколько баллов у второй веточки? 422. На каком уровне первая веточка? Так. Так, у Янки 542 получил у второй веточки, а у Лиски 422. Еще вариант, ребята. Кто-то тут напутал. Так, 442. У Александра 442, а у Лизы 422. 365, вторая, в общем, не хватает 113 баллов. У меня это консулятор. Так, все правильно, да. Первая веточка, значит, 360. Да, вот, да, видите? 587 баллов групповых, 0 баллов в Лисе, уровень 6%, и 113 баллов не хватает до 9%. Да, все поняли. Женя-то я знаю, что все знают. Вот, значит, Катя не делает свой личный товар, наоборот, до сих пор. У нее от своих личных баллов 0. Ну, а тут вот Катя решила, значит, думать, начну-ка я работать, начну-ка я делать свои 150 баллов, хочу получать свою зарплату. Давайте теперь посчитаем, сколько у Кати групповых баллов и какой у нее процентный уровень. Да, Настя, вы мне сказали. Так, теперь мы уже вот на этой картинке. Сколько тут у Кати групповых баллов и какой у нее процентный уровень. На картинках, в принципе, та же самая, просто прибавилось, что Катя сама начала делать 150 баллов. Просто сама сделала, да, решила, думаю, сделаю, у нее 150 баллов. Сколько получается, что у Кати теперь групповых баллов. Да, Вадим, считай, сколько у Кати групповых бонус баллов и какой у нее процентный уровень. Да, Женя, не подсказывай. Какой у нее процентный уровень лиц? Лида неправильно, Дима неправильно. Ну, я про процентный уровень неправильно. Бонус баллов лиц? Правильно. А уровень-то какой у нее? 937 баллов, это какой процентный уровень? От 900 до 1700. Да, 9% у нее, все правильно. Да, да, все правильно, 9% в общем. У Кати... Ой, что это, что это? Так, у меня погас экран. У меня погас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, надо, наверное, новый ноутбук покупать. Так, дальше. Все, да, все правильно. 9% значит... Где мы с вами снимем? Вот тут. Так, а сколько же... Теперь давайте будем считать еще и деньги, значит. Я вам сейчас расскажу, а следующую картинку вы мне расскажете. Значит, Катя, у нас менеджер 18%. Личный балл у нее 150. Личный товарооборот у нее 5000 рублей. Как ей считается зарплата, да? То есть, это 18%, потому что она на 18% ее личного товарооборота считается. Плюс 12% это скидка по премьер-клубу, про которую мы раньше говорили. Итого у нее заработная плата полторы тысячи рублей просто со своего личного товарооборота. Дальше. У нее, значит, две веточки. Обе веточки на 12%. Саша, как она получает с этой веточки доход? Вот у Саши 2700 бонус баллов. В рублях это примерно 81 тысяча рублей. Значит, Катя получает 18% минус 12% получает 6% межуровневой разницы. То есть, Катя на 18%, Саша на 12%. Катя получает межуровневую разницу в доходе, да? То есть, 6% она получает с его товарооборота, его группы. То есть, она получает 6% с 81 тысячи рублей. Это получается 4860 рублей в рублях. И также она получает с менеджера, с его менеджера, со Светы. У Светы, значит, товарооборот чуть-чуть поменьше, 72 тысячи рублей. И она также получает 6% вот этих, с этих 72 тысяч рублей. То есть, получается, 4320 рублей она получает. Итого, из чего складывается сумма 10680 рублей. Это ее личный, ее личного товарооборота доход по коры тысячи. Дальше, доход с веточки Саша, 4860 рублей. И плюс доход с веточки Весы, 4320 рублей. Итого она получает 10680 рублей. Это ее доход. Так, сейчас поймем, поняли вы или не поняли. Давайте. Вот у Кати. Давайте будет первый вопрос, пока на остальные не смотрим. Значит, Катя менеджер также 18%. У нее также личный товарооборот 5000 рублей. Сколько она получает зарплату со своего личного товарооборота? Сколько она получит? Вот с этих 5000 рублей ей идет ее объемная скидка, ее доход. Сколько? Так же, как и на предыдущем рисунке. Ничего не изменилось. Она получает 18% с листью товарооборота плюс 12% по премьер-клубу. Сколько это получится? Да, 1500 рублей. Теперь, сколько она получит дохода в детстве Сашиной? Саша у нас теперь менеджер за 17%, так же, как и Катя. У него товарооборот уже большой, да, 150 тысяч рублей. Сколько Катя получит денежек в детстве Саши? Помните, да, что тут межуровневая разница. Давайте я вам покажу. Еще раз передыдущий слайд покажу. Межуровневую разницу она получает. 18 минус 12, тут 6% она получает. А тут она сколько? Почему нисколько? Еще, может, есть какие-то варианты. Сколько, Катя, неужели нисколько не получается в этой веточке? Да, они оба на 18%. Да, нет разницы, нет вот этого межуровневого отрыва, нет. Получается, что Саша догнал Катю. Катя, видимо, плохо работала, да, там, мало рекрутировала. И Саша взял и ее догнал. Получается, кто работает, тот денежки не получает. Если Катя работает меньше, чем Саша, она денег не получит. Его веточки, потому что он ее догнал, да. И у них нет вот этой межуровневой разницы. Значит, Саша работал больше и больше рекрутировал. У него больше товарооборот, да. А у нее только вот эта светильная веточка. Она получает доход вот только вот с этой веточки, которую она строит. Тут у нее отрыв есть. Сколько она получает с этой веточки со светиной? Да, а вот Саша получает свои деньги. Саша нормально все. А вот Катя с Сашиной веточки ничего не получает, потому что нет отрыва вот этого межуровневого. Какой вот этот межуровневый отрыв, разница какая у Светы и у Кати? Сколько процентов Катя получает со светильной веточки? Сколько процентов? Да, 12 процентов. А в рублях? Да, 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 12 процентов. Вот она, Катя получает со светильной веточки 12 процентов. 18 тысяч – это 2600, да. Так и того, сколько у Кати зарплата? Из чего у Кати на зарплату вкладывать? Сколько у нее зарплаты? А, 2660? Я сама не считала, если честно. Давайте я тоже посчитаю. Так, 12 тысяч. Да, да, 2160 плюс сколько? Сколько? 4100. Почему 4100, Сасья? Почему она получает 4100? Как у тебя это получилось? По какой формуле ты посчитал? Сколько и того у Кати зарплата? Из чего она складывается? Да, да, только не 2600, а 2160, поэтому неверная сумма. Да, со своего лично. У меня 3660 толчет. Ну-ка, еще раз, 1500 плюс 3000 плюс 2160. 3660 получше. Да, 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 Дим, все верно. Вот у Кати зарплата такая на уровне менеджера 18%. Всего лишь 3660 рублей. Почему? Потому что вот у нее нет вот этого отрыва от своей веточки, от Саши. Но у Саши, соответственно, зарплата больше. Поэтому, когда вам говорят, что вот такой, кто вы пришли в Эйфлейм, уже давно, вот тут уже много зарабатываете. Это не так. В компании, в маркетинг с вами, я говорю, просто отличный, в который невозможно не влюбиться, если его знать от А до Я. Тут не может быть такого, что пришел человек, да, там давным-давно, ничего не делал и денег заработал. Нет. Тут зарабатывает только тот, кто действительно работает. Это не важно, когда вы пришли. Там, в перевод своего спонсора или после своего, да, там, ну, не может быть такого, да, после своего спонсора вы пришли, и, конечно, вы можете его обогнать, догнать, там, переплюнуть. И спонсору это будет не только в радость, что вот он смог вырастить вас, если помочь вам заработать столько денег. Так, Александр Илюшкин, нужно пересмотреть маркетинг-план, да? Ну, хотя бы более, уже более-менее, да, уже начал понимать, я рада. Я много раз ходила на маркетинг-план. С Диме тоже, конечно, надо еще раз ходить. И с тем, с тем, все равно, да, сходите еще пару разиков, и вообще все будете понимать. Особенно он на антенке, ходите, она классно рассказывает, я люблю, как она рассказывает. Дальше. Вообще, наша задача, мы сюда пришли зачем? Да-да. Мы сюда пришли зачем? Мы пришли сюда в раке, вот самостоятельный директоров. Мы пришли сюда на постельный доход. То есть, что такое золотой директор? Что такое уровень золотого директора? То есть, вы пришли, пригласили, да, там, двух человек, да, и помогли им стать директорами. Вы золотой директор. Под вами две стабильные веточки. И все, вы уже с этого момента начинаете получать свой стабильный постельный доход. Если он вас устроит, то можете, да, больше не рекоментировать, больше не работать, а вот поддерживать свои веточки. И все. Ну, конечно, на уровне... Вот всего лишь два директора, да, вам нужно. Это же лучше, чем всю жизнь ходить на работу. Лучше, не знаю, три, два года, три года потратить на то, чтобы стать директором и получать эти же 40 тысяч просто сиди дома. Дальше. Старший золотой директор. Это вы и три директора под вами, да. Да, тут уже доходы где-то, не знаю, 75-80 тысяч примерно. Если у вас большая персональная группа, то это около 100 тысяч доход в каталог. Понимаете, как всего лишь трем людям помочь стать директорами. Неужели не найдете этих трех людей? Обязательно найдете таких активных, позитивных, как вы готовы все делать. Дальше. Старший золотой директор. Это четыре веточки под вами, да, четыре директора. Это, понимаешь, четыре директора. Четырем людям вот и могли стать директорами. И так и далее, да, и шесть директоров – это бриллиантовый директор, десять директоров – это старший бриллиантовый директор. Вот. Не будем говорить про доходы до директорского уровня, потому что директорский уровень – это на самом деле только самое-самое начало. Доход в 30 тысяч рублей. Дальше. Старший директор, да, доход 45 тысяч рублей. И вот как раз под вами отдельный директор. Золотой директор – это два директора. Старший золотой – доход 90 тысяч рублей. Премии. Да, вы видите, какие вообще тут премии. Я говорю, когда пришла, смотрела, с открытым ртом слушала, тот же маркетинг-план или ВВО, когда рассказывали, что тут такие премии шикарные. Я не верила, да, что вообще, что это все реально. Но все реально, да, я вот свою первую тренеру уже получила, и вы обязательно получите. Вот, в общем, выбирайте, какой вы хотите доход, и делайте, да. Все в ваших руках, все обязательно получится. Наша задача вам помочь, все ваши вопросы отвечать. Ну и понимаете, что наша задача – это обучение и выращивание самостоятельно в директорах. Поэтому с самого первого дня, да, как вы пришли, берите все ответственность в свои руки. Понимаете, что спонсор с вами не навсегда. И чем быстрее вы вот отряжетесь от этой постоянной спонсорской помощи, да, чем быстрее вы возьмете все-все ответственность в свои руки, тем быстрее вы делите росте, тем быстрее берите вопрос. Вот такие доходы, все реально, все в ваших руках. Ну и первое и главное предпосылка успеха в бизнесе – это терпение. Нужно набраться, конечно, терпения в первые моменты, в первые, там, 3-4, первые полмесяца, да, первые полгода терпения нужно обязательно набраться. Потому что не все сразу будет получаться, и будет там и много отказов, и много сложностей, каких-то вопросов, да, там, возможно, рекрутировать не будет получаться, там, или еще что-то, с толстом уж какие-то проблемы. Но наберитесь в сумму, дайте себе хотя бы год, да, на развитие этого бизнеса, дайте себе год ежедневных действий, дайте себе это время, и вы увидите, что все получится, и все будете делать каждый день. Ну и богатые люди строят сети, а бедные ищут работу. Ребята, у меня на этом все. Если была полезна, вам очень рада. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, все обсудим. Вот, ведь роста всем-всем, роста большого, да, рекрутируйте. Летом, конечно, немного посложнее работать. Я знаю на собственном примере. В прошлом году в это время была, верно, где-то на 9% я была, на 12%, падала, да, там пару раз, по-моему, пару каталогов падала. Почему? Потому что многие партнеры отдыхают, да, грубо говоря. Ну, не грубо говоря, а по правде говоря отдыхают. Мало кто хочет работать. Лето, жара, все хотят отдыхать, купаться. Но я вот в прошлом году помню, да, проводила планерки, приходила там один человек, да, два человека, но все равно проводила, каждый день, каждый день рекрутировала. И вот к новому году открыла подвескация директора. Поэтому кто сейчас на уровне, там, 9%, 6%, к новому году обязательно откройте подвескацию директора, если сейчас не будете лениться, сейчас не будете руки опускать. Вот. Ну, все у меня на этом, да. Новичкам успешного старта. Все тоже вопросы не давайте, пишите, звоните. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok